Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Луки. И сегодня мы приступаем к чтению 16 главы этого Евангелия. И первая притча – это притча о догадливом управителе. И мы читаем первый стих. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что растачает имение его». Эта притча считается одной из самых сложных. В ней рассказывается о том, что надо приобретать себе друзей богатством неправедным. Если буквально понимать эту притчу, то она как бы является апологией кражи, присваивания себе того, что тебе не принадлежит. Поэтому блаженный феофилакт сопровождает эту притчу следующим рассуждением. «Всякая притча прикровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но не она во всем подобна тому предмету, для объяснения которого берется. Поэтому не должно все части притчи изъяснять до тонкости. Но, воспользовавшись предметом, насколько прилично прочие части нужно опускать без внимания. Как прибавленные для целости притчи, а с предметом, не имеющие никакого соответствия, так нужно поступать из предложенной притчи». То есть притча – это аналогия, которая сама по себе не является прецедентом для подражания, хотя в некоторых случаях в притчах мы находим некие и прецеденты. Итак, притча. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Богатым в абсолютном понимании этого слова является только Бог. Само славянское слово «бог» происходит от индоарийского «бхага», «бхагаван», то есть «богатый, обладающий всеми богатствами мира». Поэтому вот эти слова в славянском языке, они однокоренные – «бог», «богатый», «богатство». Почему Бог является богатым? Есть несколько типов собственности. Я могу этот стол купить и пользоваться им. Это несовершенная форма собственности. Я могу взять этот стол в аренду – это еще более несовершенная форма собственности. Но если я сделал этот стол своими руками и пользуюсь им – это совершенная форма собственности. По праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной. Это значит, что все, что существует, оно без сомнения принадлежит ему и находится в его собственности или кому он это поручает на какое-то время. Поэтому человек управляет собственностью той или иной ровно на тот период времени, который ему отпускает Господь. А потом придется дать отчет в управлении собственностью Бога. Собственностью Бога является и сам человек, как Творец человека. Он дал нам возможность видеть, слышать, обонять, осязать. Все эти качества – это тоже божественная некая данность. Поэтому эта притча, она на самом деле очень глубокая. И мы читаем далее, после того, как призвали управителя и сказали, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь боль управлять, с годами мы действительно оскудеваем силами и уже не можем пользоваться даже тем же своим телом. У нас зрение становится хуже, слух хуже. Мы не способны к активной жизненной позиции. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Дом, храм, обитание человека, человеческой души – это его тело. И рано или поздно тот, кто дал нам это тело и вдохнул в него душу, он этот дом заберет. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. По сути дела, когда покину тело при аллегорическом истолковании. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал – сто мер масла. И сказал ему – возьми твою расписку и напиши пятьдесят. Потом другому сказал – а ты сколько должен? Он ответил – сто мер пшеницы. И сказал ему – возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного. Логике это не поддается. Господин должен был возмутиться. Поэтому эта притча, на чём настаивает блаженный Феофилакт, она буквально не воспринимается. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И я говорю вам, вот это вывод притчи, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Какие такие земные друзья могут нас принять в вечные обители? Речь идёт о том, когда мы выйдем из этого дома, и нашими друзьями станут ангелы, которые примут нас в вечные обители. Что же такое богатство неправедное? Святые отцы говорят, богатство неправедное – это всё, что ты имеешь в этой жизни. Это тебе не принадлежит. Это божественная данность, ибо единственный собственник во Вселенной – это Бог, который по праву Творца и является таковым собственником во Вселенной. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде». Здесь имеется в виду, что когда люди трудятся для сего века, они иногда употребляют такие усилия, если бы мы употребляли такие же усилия в деле спасения, то это для нас было бы благо. Один мужчина, который был запойный алкоголик, и который с помощью Божьей он бросил пьянство, он рассказывал мне, что ему очень трудно было встать на ночную молитву, когда ему дали эпитимию в три часа отчитать определённые псалмы, три часа ночи. Но когда он понуждал себя на эту молитву, он вспомнил, когда он пил, и у него всё кончалось, он бежал, искал ночной ларёк с бодростью юноши, хотя он в возрасте, покупал всё, возвращался домой, ставил себе там закусочку, видеокассету на этот случай, я его даже спросил, а на этот случай что ж ты смотрел? Он говорит, свадьбу в Малиновке. Очень способствует. И этот человек вдруг понял, что он служил пьянству с большим энтузиазмом, чем нежели человек должен служить Богу, то есть собственному спасению. А пьянству – это путь погибели, собственной погибели. И, сделав переоценку своего поведения, он более легче стал пробуждаться на молитву для исполнения эпитимии. А блаженный Феофилакт пишет неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и сослужителей, а мы удерживаем оно для самих себя. то есть богатство – это некое поручение от Господа, которое дается реально человеку. И этот человек должен выстроить правильную иерархию ценностей, кому он помогает и в какой очередности. Прежде всего, он должен заботиться о своих домашних, о семье, ибо в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, хуже неверного отрекся от веры. Нельзя быть благотворительным за счет интересов собственной семьи. Потом он помогает своим по вере. Сказано, делайте добро всем наипаче, то есть прежде всего, своим по вере. А потом, если предоставляется возможность, он может помогать и другим, но отцы говорили, пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке. Нельзя людей подсаживать на некое иждивенчество, таким образом, их ничего не делания продлится, рано или поздно вы не сможете им уже помогать с неким постоянством, и что тогда будет с этими людьми. Лучше человека трудоустроить, взять на работу, выяснить какие-то деловые качества, что у него получается, что не получается, это будет более правильное отношение к человеку. И следующая притча «Верный в малом во многом верен». И мы читаем 10 стих «Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Это притча о том, что в духовной жизни не бывает мелочей, а в духовной жизни всё имеет некий смысл. Блаженный Феофилакт пишет, «Господь ещё учит о том, что богатством нужно управлять по воле Божией». Воля Божия, вот эти цитатки, которые я вам сейчас предложил, она помогает нам выстроить правильную иерархию ценностей. Кому мы помогаем в первую очередь, кому во вторую, кому в третью. Семья, братья по вере, община, храм, поддержка нуждающегося духовенства, помощь монастырю, а потом по нужде разных людей можно помочь человеку и не нашей веры. Господь ещё учит о том, что богатством нужно управлять по воле Божией, верный в малом, то есть хорошо распоряжающийся веренным ему имением в мире всем. Верен и во многом то есть и в будущем веке достоин истинного богатства. То есть тратя здесь на земле, он обретает сокровище где? На небесах. Классический случай, может быть, я его как-то рассказывал уже, в Цельград прибыл один купец, у которого была большая сумма денег, совершенно определенная сумма денег, и его пригласили во дворец, и царица сказала, вы должны дать взаймы нашему государству такую-то сумму денег, и назвала точное количество, сколько у него было золотых монет. и этот человек понял, что о нем собрали всю информацию. И царица, по-моему, Евдоксия, она конфликтовала со Златоустом, она говорит, подумайте, но не пытайтесь покинуть город. Этот человек выходит из дворца, озадаченный дать взаймы государству. С кого потом получать-то? непонятно? Он пошел к святителю, к патриарху Иоанну Златоусту, рассказал всю историю. Святитель Иоанн говорит, эти деньги надо пустить в оборот, чтобы твой капитал из земного перешел как бы в состояние небесного. Они дождались утра, вышли на городскую площадь и раздали все эти деньги, всю эту огромную сумму нуждающимся. Потому что Златоуст сказал тому человеку, у тебя все равно все отберут, при этом ты можешь пострадать, а здесь ты сотворишь благо для своей души, для людей, и более блажен тот, кто собирает себе сокровища не на земле, учит наш Господь, а на небесах, где моль и ржа не разъедает, и где воры не подкапывают и не крадут. Например, все боятся очередного скачка инфляции, но когда мы вкладываем наши средства, помогаем нашим родственникам, близким, друзьям, это самое надежное дело. Никакая инфляция уже ничего не сожрет, не уничтожит, не обрушит. И далее мы читаем 11-12 стих «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» То есть, если в неправедном богатстве, то есть в том, что нам не принадлежит, но Бог дал нам это на время, мы оказываемся неверными, то кто поверит нам истинное богатство? Истинное богатство – это жизнь вечная во Христе и со Христом. Апостол Павел был восхищен до третьего неба, и он видел благо того мира, и он сказал, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человека, что приготовил Господь любящим его. Но тут же добавил, но нам он это открыл Духом Святым. Что значит нам открыл Духом Святым? Духом Святым совершаются все таинства Церкви. И когда мы с вами исповедуемся, причащаемся, мы испытываем такую радость, которая несравнима ни с какими сокровищами этого мира. Как святые отцы говорили, если на одну чашу весов положить все сокровища мира, а на другую частичку причастия, то частичка причастия, она перевесит все сокровища мира. И если в чужом то, что тебе дал Бог, оно не твое, не были верны, кто даст вам ваше, кто за тобою закрепит на небесах обитель. А в третьей книге Ездры сказано, что на пути в ад нечестивым покажут райские обители, которые предназначались именно для них, но они туда не войдут. И Христос говорит, в доме отца моего обителей много, и если бы не так, я бы пошел, умолил отца, и он бы обеспечил всех нуждающихся. Поэтому истинное благо – это неприходящее благо. Феофилакт пишет, и нам, кто даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим, то есть имением, а оно чужое, так как оно назначено для бедных. То есть Бог тебе дает силы, здоровье, ты должен помогать другим людям, дает средства, ты должен благотворить другим людям. дает таланты, способности, ты должен служить ими, другим людям, так как оно назначено для бедных, а с другой стороны, так как мы ничего не принесли в мир, но родились нагими, мы действительно ничего не принесли в мир, мы родились нагими, как говорят наг приходит человек в этот мир, наг уходит из этого мира, и подлинное благо это неприходящее, это не временное, а вечное, неприходящее. Далее говорится о том, что мы не можем служить двум господам. Тематически 16-я голова расположила эти тексты очень взаимосвязанно. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамон – это богатство. Можно иметь богатство? Можно, как поручение от Бога. Но можно ли поклоняться богатству, служить ему, так как мы служим Богу? Нельзя? Сказано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Поэтому златоуст учит. Не можете служить Богу и мамоне, то есть невозможно тому быть слугою Божьим, кто привязался к богатству и по пристрастию к нему нечто удерживает за собою. Поэтому если ты намерен верно распоряжаться богатством, то не порабощайся ему, то есть не имей привязанности к нему, и ты истинно послужишь Богу. Интересно сказано, нечто удерживает за собою. Прибавочная стоимость. помните, учили в свое время школу. И далее говорится о том, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Очень трудно объяснить, почему фарисеи были сребролюбивы. На самом деле, фарисеи были люди из народа. Это не священники левиты. Священники левиты были очень обеспечены. На всю страну был один храм. Только в Иерусалиме, только на горе Мария, и священство только из колена Левина. Фарисеи хотели подражать левитам, но по происхождению они не могли стать священниками. Они были учителя из народа. но подражали они левитам не воспевание Бога, а подражали они левитам в том комфорте, который те имели. Однажды один человек задал мне вопрос, это молодой человек, в Библии сказано, кто епископство желает, хорошего дела желает. Это что, я должен сидеть и желать? Машину для себя, дачу для себя, хорошую зарплату для себя. Я ему говорю, ты немножко не понял, в какое время эти слова были написаны. Это были времена, когда начинались гонения, первого брали епископа, как Поликарпа Смирского, как священномученика Антипу. Поэтому в применении к контексту это надо понять так, кто мученичество желает, тот хорошего желает. Ибо быть епископом в древние времена и в последние времена означает быть мучеником. И когда советская власть сменила царский режим, во время царского режима епископы пользовались комфортом. Они были очень уважаемые люди. И они оказались самыми гонимыми. И когда судили владыку Вениамина Санкт-Петербургского и общественный обвинитель, писатель Демьян бедный требовал смертного приговора, расстрела, то в последнем слове владыка Вениамин сказал, когда я был мальчиком, я читал жития святых мучеников и я завидовал им, что они жили в такое время, когда можно было умереть за Христа. Голгофу. я рос в Российской империи, в православной стране, где духовенство уважали, и я не мог представить, что наступят времена, и мечта моего детства исполнится. И я в чём-то благодарен советской власти за то, что мне предоставляется такая возможность зайти на свою Голгофу. Поэтому фарисеи с их сребролюбием – это, конечно, представители религиозного эстаблишмента, скажем так, религиозной профессуры, хотя они не были священниками, они смеялись над Христом, рассуждая так, кто примет такое учение, где нищета вводится в некий добродетель, где имеющий, как бы не имеющий. Им казалось это очень забавно, потому что в понимании иудеев того времени и сейчас богатство – это Божье благословение. Как мы читаем, и благословил Бог Авраама, этим, 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 там верблюды, лошаки, перечисляются всякие сокровища, но в понимании христианском богатство – это поручение от Бога. Если сообщество верующих – это братья и сестры, как может один иметь особое преимущество перед другими, особенно, когда другие братья по вере страдают и мучаются. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, они смеялись над ним, он сказал им, «Вы вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Запомните раз и навсегда, что высоко у людей в понимании большинства толпы, то мерзость пред Богом. Широкий пространный путь – это люди с определенной идеологией, взаимной конкуренцией и стремлением к обогащению. Путь христианина – это узкая тропа. Григорий Великий пишет, «Итак, не будем обращать внимания на то, если мы делаем что-либо доброе, да не напыщает нас никакое наше дело, да не возбуждает гордости ни богатства, ни слава, если мы внутренне гордимся обилием каких-либо благ, то презренны пред Богом». Но сразу возникает вопрос, а разве для праведных людей, которые исполняют Божьи заповеди, евангельские заповеди, законы Бога, нету награды на земле за такое их усердие? Награда за соблюдение любой заповеди сама возможность исполнить заповедь. И реально, когда человек совершает что-либо во имя Иисуса Христа, он может испытывать такое удовлетворение, что сама возможность исполнить заповедь – это уже награда. был такой случай, священники ехали на машине, и они ехали в тёмное время, и они увидели, что на соседней полосе с машины упало бревно, большое бревно, и они проскочили, и один из них, который неплохо знал Библию, он сказал – стоп, вернёмся, остановимся, ибо в законе Моисеевым сказано – если ты идёшь по дороге и увидишь камень, ты должен его убрать с дороги. И они вернулись назад, вылезли из машин, взяли это бревно с трудом и сбросили его с обочины. И когда они подошли к машине, вдруг по этой самой полосе, где лежало бревно, стал приближаться пассажирский автобус. И он, переполненный людьми, детьми, взрослыми, промчался перед их глазами и все посмотрели на этого одного, он сказал – а я при чём? Так сказано. Поэтому награда за исполнение любой заповеди есть сама возможность исполнять заповедь и ничего другого мы для себя не ищем. Спасение наше совершенно не зависит от исполнения закона, потому что сказано, закон никого не довёл до совершенства, закон ослаблен плотью, как бы люди ни старались, они не могут исполнить весь закон, но в исполнении заповедей есть исполнение воли Бога, и это очень важно. Далее идёт тема закон и Царство Божие. Христос говорит 16-17 стих законы пророки Деяна, то есть Деяна Крестителя, сего времени Царствие Божие благовествуется, проповедуется, и всякий усилием входит в него, когда благовествование, проповедь, достигает до твоего слуха, ты усилием веры принимаешь эту евангельскую весть и обретаешь спасение. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадёт. Но это не обесценивает заповеди Бога. Закон, как пишут святые апостолы, это зеркало, которое показывает нам наше реальное состояние. И когда один юноша спросил у Христа, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную, мне, то есть с моей стороны Христос сказал исполни заповеди. Какие почитай отца и мать, не убивай, не прерубодействуй. То есть со своей стороны мы должны исполнять закон. Этих усилий будет недостаточно. И там, где мы оступимся, не сможем исполнить закон, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Блаженный Феофилакт пишет потом, чтобы не сказали, что наконец все законное отвергнуто, как суетное и совершенно пустое, Господь говорит нет, напротив, ныне еще более исполняется и совершается. Ибо что закон начертал в тени, говоря образно о Христе или о заповедях, то ныне исполняется и ни одна черта из того не пропадет. О чем это рассуждает блаженный Феофилакт? На самом деле христианство сделало закон значительно строже. Если раньше было сказано не убей, Христос на горной проповеди говорит, тот, кто гневается на брата, уже человек убийца. Если раньше было сказано не прелюбодействуй, Христос говорит, тот, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. грех в понимании Ветхого Завета – это некое неправильное действие. В понимании Нового Завета грехом может оказаться и абсолютное бездействие. В Новом Завете сказано, если кто может делать добро и не делает, тому грех. Поэтому в христианском понимании заповедь возвеличена каждая, раскрыт ее духовный смысл, и это очень важно, когда мы исследуем закон. Далее говорится о нерасторжимости брака. 18 стих – «Всякий, разводящийся женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Есть правило Трульского собора 691-692 года, где по этому поводу сказано «Оставляющий жену, законно с ним соединенную и берущий за себя другую, подлежит по слову Господа вине прелюбодеяния. Правилами отцов наших постановлено, чтобы таковые в течение года находились в разряде плачущих, два года в разряде слушающих, три года в числе преподающих, в течение седьмого года стояли с верными, то есть только на седьмой год им разрешали причащаться. И таким образом удостаивались приношения, то есть приношения святых даров. И далее содержится притча о богаче и Лазаре. Это одна из самых интереснейших притч, и мы ее предварим словами святителя Григория Великого, Григория Двоеслова, Папы Римского, который писал «В словах Святого Писания возлюбленнейшие братья сперва должна быть сохраняема историческая истина, а затем должен быть отыскиваемый духовный смысл аллегорий, ибо плод с аллегории приятно срывается тогда, когда прежде она исторически утверждается на корне истины». Почему Григорий Великий настаивает на исторической оценке этой притчи о богаче и Лазаре? Во-первых, ни в одной притче нету имени какого-то человека, кроме притчи о богаче и Лазаре. Поэтому Григорий Великий считал, что это не притча, это не аллегория, это реальная история с реальным человеком по имени Лазарь и Христос, который был не только человек, но и Бог, Он имел представление о том, что происходило и с богатым и с Лазарем на том свете. И мы отнесемся именно с особым вниманием к этой притче, которая рассказывает не просто что-то аллегорическое, образное, а реальное. Некоторый человек был богат, имя богача не называется. Кстати, если в Библии скрыто имя человека, то Библия как бы высказывает неудовольствие этим человеком. Иногда вы читаете книги царей, другие книги, и вдруг имя человека пропадает. Просто говорится, потом он пошел, потом он поехал, это Божье неудовольствие. А когда имя удваивается, например, Авраам, Авраам, Самуил, Самуил, Моисей, Моисей, удваивание имя – это особое Божье одобрение. Здесь в этой притче имя только у бедняка Лазаря, у праведника. И здесь присутствует Авраам, который не мог бы являться, скажем так, героем какой-то сказки, когда описывает целло на Авраама, куда попадает Лазарь. Поэтому это реальная история. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и висон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь. Этот человек имеет имя, в отличие от безымянного богача. Что значит иметь имя? Иметь имя – это значит иметь какое-то назначение. помните, Христос менял имена своим апостолам, меняя назначения их. Например, Симон рыбак получил имя Петр, кифа, камень, потому что он уже не был рыбаком, он стал главою союза святых апостолов. или расширение имени Авраам стал Авраамом, Сара стала Сарой. В еврейском оригинале мы видим расширение других имен. Синодальный перевод как бы не показывает нам все особенности текста. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его, то есть этого богатого человека, в струпьях, в страшных ранах, и желал напитаться крошками падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Если богач ежедневно пиршествует блистательно, то Лазарь мечтает хотя бы какие-то крохи, какие-то объедки со стола этого богача, и единственное сострадание по отношению к нему это псы, которые приходили и лизали его струпья, его раны. Умер нищий, то есть как жил нищим, так и умер нищим. И отнесен был ангелами Налона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. О смерти богача говорится очень лаконично. Похоронили его. То есть самое главное – это блистательные похороны богатых людей, очень блистательно хоронят, там выбирают дорогой участок на кладбище, кортеж сопровождает из дорогих автомобилей, скульптор талантливый делает надгробие, гроб из особого дерева. здесь все завершается похоронными действиями, но это только внешняя сторона. И в ваде богач оказался в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Аврама, то есть патриарха Аврама, праотца еврейского народа, и Лазаря на лоне его. Возапив сказал «Отче Авраами» – кстати, это пример призывания святого, это прецедент богословский, и Возапив сказал «Отче Авраами, умилосерднися надо мною, как мы восклицаем святителю отче Николы, моли Христа Бога, спастись и душам нашим. Умилосерднися надо мною и пошли Лазаря». Оказывается, богач знал Лазаря. Он видел, когда блистательно выезжал в город, что какой-то бродяга, покрытый струпьями, лежит недалеко от входа в его дворец. И богач кричит «Умилосерднися надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». А что такое огонь адский? Целая группа святых отцов древности настаивает на том, что адский огонь – это физический огонь. Это никакой не аллегорический огонь, никакой не духовный огонь, а самый настоящий огонь. А как же огонь может мучить душу? На самом деле тело и душа очень взаимосвязаны. Например, Августин пишет, когда вода святого крещения касается тела, она омывает душу. И таких примеров очень много. Поэтому реально в понимании некоторых отцов души, ввергнутые в этот огонь, будут испытывать страшный ужас. Страшный ужас, ожидая, когда и тело их окажется в этом же месте, и полнота страданий объемлет их вечным пламенем. причем адский огонь в понимании, например, Макария Великого, он не является источником тепла и источником света. Адский огонь – это черный огонь, и он является источником хлада, невыносимого хлада. Это аллегорический образ, но муки, конечно, нестерпимы. И вот Лазарь просит помощи. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что нечестивые добрые получают в этой временной жизни. Но потом ничего хорошего их не ждет. А Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Стоп! А разве до воскресения Христова не шли все в ад? Да? Авраам находился в этот момент в воду, Лазарь находился в воду, богач находился в воду, но между находившимся в гиене и лоном Авраамовым эта дистанция, как отцы пишут, как между землей и небом. Да, это одно пространство было, но на лоне Авраама Лазарь утешается, хотя это был ад. Только когда Христос сошел в ад, он вывел ветхозаветных праведных из ада, а те, которые в самой гиене, конечно, они так и остались в этом состоянии, потому что освобождение из ада Христос дал тем, которые ожидали Его пришествия. Как мы верим в милосердие Христа, верим в Его искупительную жертву, ждем Его пришествия и говорим «Ей гряди, Господи Иисусе! Ей гряди!» «Тогда сказал Он, опять имя богача не называется, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Вот здесь мы видим, что усопшие помнят о живых. Это значит, наши усопшие дедушки, бабушки, родители, они переживают за нас и желают нам блага. И если они скончались в благочестии, конечно же, они молятся за нас. Мертвый не может молиться сам за себя, но мы видим мольбу за других, за живых. Таким образом, мы молимся за усопших, они молятся за нас. Но почему сам мертвый не может молиться за себя? Потому что для него исправление невозможно по той причине, что нету инструмента исправления. Инструмент исправления, как пишет Иустин Попович, это тело, человеческое тело, это инструмент исправления. Пока мы в теле, мы можем поститься, мы можем совершать земные поклоны, деятельно исполнять Божьи заповеди, душа вне тела, она не имеет полноты бытия. Она или в преддверии блаженства, или в преддверии мук. принцип справедливости. Грешил в теле, будешь отвечать в теле. Обрел путь спасения в теле, будешь облаженствовать, когда дух, душа и тело во всей целости сохранятся к пришествию Господа Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. У меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Может быть, есть смысл действительно направлять сюда покойных наших родственников, чтобы некоторые из нас задумались. Авраам сказал ему, у них есть Моисей. Что значит Моисей? Пятикнижие Моисея и пророки Ветхий Завет. А у нас еще Новый Завет есть. Пусть слушают их. Вот то, что мы имеем, это Священное Писание, Слово Божие. Здесь и Моисей, и пророки, и апостолы, которые донесли до нас Слово Сына Божия, Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он богач продолжает спорить с Авраамом. Сказал, нет отче Авраами. Он знает своих братьев. Да, книги эти могли быть, свитки в доме, дом-то богатый, но никто их не читал. Нет отче Авраами, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. скептицизм современных грешников таков, если ночью современному скептику явится ангел Божий и скажет ему, ты можешь попасть в ад, иди завтра утром в церковь ближайшую на исповедь, то скептик, пробудившись, побежит не в храм, а к психиатру. Такой парадокс. Люди, не способны уверовать через Писание, они не способны объективно воспринять никакое другое свидетельство, а источник веры – это само Слово Божие, потому что в Библии сказано «Вера от слышания – то, что говорит проповедующий, а слышание от Слова Божия – то, что он читает и доносит до нашего сознания». Итак, сегодня мы с вами разобрали очень интересную главу, 16 главу Евангелия от Луки. Если мы будем живы, Господь позволит, то следующее воскресенье мы будем читать 17 главу Евангелия от Луки и духовно насыщать свой внутренний мир, потому что Евангелие – это Господне руководство к действию. Заменить значение этого текста мы ничем не можем – ни молитвами, ни постами, потому что, когда человек не знает направления, как он может, даже употребляя колоссальные усилия добиться необходимого результата. А все Писание говорит об одной личности, об Иисусе Христе. Вот единственное направление. Сказано «Взирайте на начальника и совершителя жизни, то есть Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа, о имени которого сказано «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, то есть кроме имени Иисуса Христа». И закон, и пророки, и Писание свидетельствуют о Нем. Спаси Христос! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...